Особое мнение на 101FM В телеграм-канале радиостанции Кировград Сейчас размещен опрос Вы можете зайти туда и проголосовать Довольно такой несложный вопрос Я вам задаю, как вы оцениваете свои познания В сфере ЖКХ Варианты ответа Все плохо, так, кое-что, нормально Уровень гуру или Зачем мне разбираться в этом На данный момент лидирует вариант Так, кое-что Кое-что знаю Ни рыба, ни мясо, может быть Так можно интерпретировать И да, там же в телеграм-канале Есть ссылка на прямую трансляцию Этой программы Не обязательно прямо сейчас слушать Затем она там будет в записи Ну и традиционно наш сайт Кировград.ру и наше сообщество ВКонтакте Прекрасно подойдут для того, чтобы следить За информационной картиной дня Отталкиваясь от опроса В нашем регионе, в нашем городе, как известно Ну, не то чтобы очень много Но такое достаточное количество проводится Всевозможных ликбезов, да, в сфере ЖКХ Школа грамотного потребителя ЖКХ Школа грамотного управдома И так далее Как ты, судя по своему опыту Оцениваешь уровень погруженности Жителей города В вопросы ЖКХ Становятся ли люди более подкованными с годами? Это определенно То есть это и вида невооруженным глазом То есть мы видим, что люди становятся Грамотнее в этой сфере Чаще защищают свои права В том числе ходят сами в суды Отстаивают свои права В том числе не только Что касается дома или споров с управляющими компаниями Но и с администрацией города В том числе споры по сервитутам Которые устанавливаются на земельном участке При многоквартирных домах И так далее То есть информации становится больше И вот эта доступность информации О том, что происходит Оно в свою очередь провоцирует Собственников, жильцов Интересоваться тем, что происходит В том числе нововведениями Да, и в том числе нововведениями Вот поэтому, да Определенно И я бы сказал, что Даже не столько Какие-то обучающие семинары Или какие-то школы Помогают в этом разбираться А именно Доступность информации Которая сейчас есть В первую очередь это интернет Интернет, социальные сети Было бы желание, как говорится Заглянуть, открыть компьютер, смартфон Это публичная информация И в Росреестре И публичные кадастровые карты И электронная возможность Получения архивных данных Из Росреестра Вот Ну, в общем, очень много Публичных стало источников Где можно получить Очень большой объем информации И узнать очень много нового О своем жилье О своем доме О земельном участке На котором он находится И вот возникают Различные споры Например Почему вы там паркуетесь На нашей Придмовой территории А как оказывается Если поднять архивные данные Эта часть земельного участка Принадлежала как раз Тем Кто и паркуется На территории чужого дома Это вот Такого характера споры Да, возникает Да, это в том числе Из-за этого До суда доходит Это все доходит до суда И еще предстоит Очень много Таких споров Которые касаются Земли В том числе Из-за незаконных действий Администрации нашего города Которая Незаконно В отсутствии каких-либо решений Согласований с собственниками Просто Откусывать Часть земельных участков От придомовой территории И Их Назначают Под что-нибудь там Под центральные тепловые пункты Под Трансформаторные подстанции Под какие-то магазины То есть Не считается Частной собственностью Вообще никак И Подтверждению этому Решение судов То есть Это не какие-то там Голословные обвинения Или там Какое-то субъективное Мое мнение Это все решение судов Так Давайте поподробнее Это насколько Часто возникают Такие ситуации Это сплошь и рядом Такие ситуации И Примеров достаточно много Ну а почему Разве Муниципалитет не понимает Вот исходя из того Что люди становятся Грамотнее И более настойчиво Отстаивают свои права На что надеются Это они Что пропустятся Не узнают Чего-то там Упущение какое-то Это делалось В разное время Если это делалось Например В конце 90-х В начале 2000-х То есть Мы говорим Не о современной Прямо ситуации А сейчас мы дадем Не о периоде Последней недели Последнего года Вообще В общем И это ситуация Последнего года В том числе Да Я просто хотел Как бы такое Такое Некое сравнение сделать Я бы еще мог понять Если бы это было Начало 2000-х годов И действительно Тогда еще был Достаточно низкий уровень Грамотности Правой грамотности То еще можно понять Что там Как-то никто об этом не знал И вот что-то произошло Но когда это происходит Вот сейчас Это происходит в этом году Это происходило В прошлом году То есть Когда уже В 2023-2024 Такие решения принимаются Или не принимаются решения А потом Частную собственность У тебя забирают Без решения суда Без какой-либо компенсации Без каких-либо Согласований с тобой Без общих собраний То это уже О чем-то говорит То есть Мы видим Что и уголовные дела На представителей Власти Заводится В том числе Администрация города Например Известная фамилия Политов Который Это вопрос времени Это вопрос времени То есть Как правило Наша кировская Так сказать Практика Показывает Что где-то Одна-две посадки В год Ну как правило Случаются Ну не хотел затрагивать Эту тему Бывшего руководителя Фонда капремонта Кировской области Сейчас известные события С ним связаны Хорошо Сфера очень непростая Из года в год Мы в этом убеждаемся Предлагаю сейчас Сосредоточиться На пока еще Не ушедшей зиме Хотя скоро Календарная весна Уже придет к нам Наконец-то И задержится На ближайшие месяцы Эта неделя у нас Проходит В регионе Под знаком сражения Со снегом Который скопился За зиму на крышах Как известно Глава региона Александр Соколов Поручил во всех Муниципалитетах Области провести Работы по расчистке крыш Ну вот Мы накануне Обсуждали эту тему В нашем эфире И в том числе Звучали экспертные мнения О том Что чистить все-таки Крыша у нас с годами Стали лучше Управляющей компанией Ты какой придерживаешься Позиции в этом вопросе Я вчера по городу ехал И не замечал Какой-то большой активности Но когда проезжал сегодня Я видел, что где-то Через 3-4 дома Чистится крыша активно Ну так середина недели Надо уже успевать Выполнять Получение Начинать Но Беспокоило другое Когда на это смотришь Практически все Все дома По которым я видел Где была очистка Почти все сотрудники Работали без страховок Есть такая проблема К сожалению То есть Или у них какая-то Новая технология Которую мы не знаем Какие-то нескользящие Извините, крылья Может быть Сложены за спиной Да, но я не знаю Или они какой-то Эликсир бессмертия Выпивают Перед тем Как туда залазить Без страховки Вот Но вот этот вопрос Надо, конечно, Этому уделять внимание То есть Чтобы это было Чтобы это были Не просто Ну, условно говоря Я не хочу никого обидеть А некие шабашники А это все-таки Какие-то квалифицированные Специалисты А кто непосредственно Должен следить За безопасностью Этих работ на крыше Управляющая компания В первую очередь Управляющая компания Да У них же там существует Наверное ответственность В рамках техники безопасности Они же там подписывают Какие-то документы Ну, в первую очередь Нужно обеспечить безопасности Граждан, которые вокруг ходят То есть Те, кто проживает в этом доме И те, кто не проживает То есть Чтобы не падало на голову Да Это в первую очередь То есть Здесь Потому что управляющая компания Несет ответственность Как административную Так и уголовную Ну, в целом-то ощущение От того Как это зимой у нас Содержатся крыши Я уж не упоминаю Сейчас дворы Сосулик меньше стало С весов этих снежных Я думаю, что меньше Поменьше стало Вот по таким По субъективным Ощущениям меньше Конечно, это зависит От качества фонда Которые Неминуемо стареют И, соответственно Если Тепловые потери Крыши И через крышу на улицу Будут увеличиваться Из-за того, что перекрытие В перекрытиях Ухудшается Теплоизоляционное свойство То мы понимаем Что сосулек будет больше То есть Как бы Тренд-то Идет на их увеличение Другой вопрос Что Каким образом Содержится Общедомовое имущество Которое связано С кровлей С крышей С чердачными перекрытиями С настройкой С настройкой температуры Воздуха В доме То есть Если, например Придерживаются Нормативной температуры Воздуха Не допускать Сильное превышение До 28 До 30 градусов Перетоп Так называемый Меньше тепла пойдет В том числе Не только через стены Но и через крышу И меньше Образование сосулек То есть Это очевидно То есть Это Такие прямые связи Которые управляющие Компании Это понимают Мне иногда кажется Что вот эти программы По работе с жилым фондом По ремонту Там в том числе Программа Компремонта Ее надо как-то дробить Более узкой что ли делать Не знаю Поддержишь Не поддержишь Ну вот например Почему бы усилия Не сосредоточить На приведении В порядок кровель Да Утепление Чтоб меньше теплопотери были Или пока это только мечты Которые нельзя К сожалению В текущей ситуации Претворить в жизнь Ну потому что Мало еще примеров У нас достаточно Да Вот этого Энергосбережения Как это принято говорить Да Но вот еще 15 лет назад Я помню Ну это 10-15 лет назад В общественной палате Тогда еще С представителем Тогда еще Департамент ЖКХ Мы разговаривали о том Что В соответствии с законом Об энергосбережения Нужно не просто ремонтировать Фасад Но его утеплять И тогдашний представитель Этого департамента Который был Заместителем главы Сказал что Такого никогда не будет Что это утопия И как бы Ну Там Где-то там Из разряда Там космических Каких-то идей Да Но когда Спустя 5 лет Появляется В законе Что Под капитальным ремонтом В том числе Понимается утепление фасада Что необходимо Его утеплять Вот Соответственно С крышами Необходимо Какую-то аналогичную Реконструкцию проводить То есть Утеплять их Чтобы меньше было Тепловых потерь Меньше сосулек И так далее Как и с фасадами То есть Вот Я с вами полностью согласен Что Лучше Сосредоточиться На 2-3 видах работ Чем сделать В комплексе Все Но сделать Эти 2-3 вида работ Качественно Комплексно И И с многолетней гарантией Что немаловажно Чтобы не пришлось Гарантия минимум Да Все-таки капитальный ремонт Хочется Чтобы она была Хотя бы лет 10 Вот Понятно Что сейчас И качество материалов Некоторых Ну я бы даже так сказал Что большинство материалов Строительных страдает То есть чтобы делать Качественными материалами Они стоят очень дорого Вот Ну и соответственно Качество работ Также Сложно выбрать Подрядчика Который сделает Максимальное качество Да С большую гарантию Но при этом Еще по самой низкой стоимости То есть чудес не бывает Еще одна проблема Еще одна тема Которая активно Звучит Этой зимой И вызывает Определенную тревогу И беспокойство Это сообщения Из разных Российских городов Они Приходили в последние месяцы Это серьезные Коммунальные аварии В результате которых Сотни Тысячи И даже десятки Где-то Тысячи людей И сотни домов Прям в морозы Оставались без тепла Там В информационных В информационных Сфотках фигурировали И Нижние Тагилы И Красноярск И Челябинск И Саратов И многие другие города Почему это происходит Почему это произошло Этой зимой Неужто во всем Винить только морозы Приходится Но мы же все-таки Северная страна Мы должны готовиться К таким Форс-мажорным Ситуациям Ну как один из губернаторов Когда проводилась Проверка в школах Сказал Ну мы же В Сибири живем То есть представляете Да Вот такой ответ На тот вопрос Почему нет отопления В школе Почему Почему такое Произошло Извините Рвануло Во многих городах Ну вот эти вот Так называемые Прорывы Которые случаются Мы понимаем Что это комплексная проблема То есть это комплексная проблема Которая связана Во-первых С недофинансированием Отрасли Причем вопрос Не в том Что нет финансирования Именно Теплоснабжающей компании Именно недофинансирование Самих ремонтов Это потому что То есть ремонт На минималках Какой-то такой Проводится Да Потому что Есть определенная составляющая В тарифе Которая Хорошо финансируется А есть Которая Так сказать По остаточному принципу Есть проблема С инвестиционными программами Которые Не выполняются Или выполняются плохо Есть проблема С тарифным регулированием Где По сути Все Вот эти Капитальные затраты На ремонт сетей Подгоняют В индекс Рост и платы Граждан То есть В эти 9% Которые установили По всей стране И вот надо Все тарифы В кучу собрать По воде По теплу По газу По электричеству И все Уложить как-то В 9% Кому-то дать больше Кому-то дать меньше И Такой подход Он естественно Не способствует Тому Чтобы эти сети Ремонтировались Вовремя Рост стоимости материалов Рост стоимости металла Рост зарплат Минимальных И так далее Стоимость рабочей силы Человеческого капитала Это все Сказывается на том Что идет Резкое увеличение Расходов У ресурсоснабжающих Организаций В первую очередь У теплоснабжающих Организаций Потом Качество Труда Упало Потому что Не секрет Что оборонное предприятие Переманили На себя Часть сотрудников Из коммуналки Из сферы коммунальной Потому что Зарплаты на порядок выше Кроме того Необходимо Вопрос решать Субсидиями То есть Субсидии должны быть адресные То есть Чтобы Субсидии в адрес Потребителей Да Это я к чему Это опять же Из-за недофинансирования Ресурсоснабжающих Организаций То есть Чтобы немножко Отпустить Вот это жесткое Тарифное регулирование И дать возможность Получать деньги От тех потребителей Которые получают Достаточно И которые могут платить Но в то же время Защитить Малоимущих граждан Малообеспеченных Снизить порог С 22% От совокупного дохода Семьи На коммуналку До 15% Это мы сейчас Андрей говорит О предельной сумме Которая может тратиться На оплату услуг ЖКХ Сейчас у нас 22% Да Если она больше То положена компенсация Да 100% компенсация Через органы Соцзащиты Если не ошибаюсь Да Вот И соответственно Более адресная Должна быть помощь Вот здесь То есть надо Здесь внимательно смотреть Сделать более простой Механизм получения Этих льгот Там через Это же Через сайт Госуслуг Там как вот Разделили же Большинство государственных Услуг Вот если смотреть В призме Антикоррупционной Политики То так называемые А фронтенд И бэкенд Да То есть Разделили тех Кто принимает документы И принимает решения То есть Раньше же было как Приходишь к чиновнику С какими-то документами И говоришь Вот мне там надо Узаконить там Перепланировку Или там Переустройство Или там Зарегистрировать дом Я земельный участок И это же Человек Принимал решение По тебе По твоему заявлению И он говорит Ой тут что-то Не хватает Оттуда Донесите То-то То-то Естественно Этих документов У тебя нет И ты их никогда Донести не сможешь И вот это Начинается провокация На какую-то коррупцию Вот соответственно Сейчас Практически Большая часть Государственных Муниципальных услуг Через МФЦ Где совершенно Незнакомые Тебе люди Просто принимают Документы И совершенно Незнакомые Тебе люди Которые ты не видишь Принимают По этим документам Решение Которое вообще Находится Совершенно В другом месте Вот И это я лишь Назвал Наверное Один процент И ста Тех предложений Которые сейчас Озвучены И уже выложены При Рабочей группе При Минстрое Российской Федерации Которая была Создана По инициативе Председателя Госдумы И была создана 1 февраля Этого года Как раз Вот в свете Тех Так называемых Прорывов Которые произошли По всей стране В том числе И Московской области Вот И эти все Предложения Выложены Они Имеются В открытом доступе И я вот Их практически Все полностью Поддерживаю И считаю Что Вот те люди На местах Которые принимают Решения И которые Могут на это Повлиять Вот им надо В первую очередь С этими предложениями Ознакомиться А Валентина Ивановна Матвиенко О чем недавно говорила Заявив Что Неэффективна У нас Навязанная Система Управляющих Компаний По ее мнению Надо давать Больше полномочий Региональным властям Губернаторам В сфере В частное регулирование Рынок Рынок в общем Чтобы рынок Все порешал И Начало было Неплохое Но потом В конце 90-х Точнее не в конце 90-х А Так сказать Где-то в 2010-2015 Началось Такое Некое Заигрывание С тем Что государство Все-таки За вас Эти вопросы Решит И Стало Не совсем Понятно Не совсем Понятен Тренд Это все-таки Куда мы идем Либо мы идем Полностью в частное Регулирование Либо мы идем В государственное Регулирование Но Мы видим Некоторые Уже изменения И понимаем Что Сейчас На данный момент Просто нет Людей Кто бы Смог Полностью Переформатировать И сделать Реформу Жилищно-коммунального Хозяйства То есть По крайней мере Сферы управления Потому что Появление Главного Государственного Жилищного Инспектора Появление Неких Новых Омбудсменов Кого-то еще Мы понимаем Что ведет Усиление Государственной Составляющей Составляющей Да Вот эта роль Государства Она усиливается В то же время Больших плюсов Мы от этого Не видим Потому что Все равно У кого Право нарушается Те идут Как правило Их отстаивать В суде У кого-то Получается Добиться Защита Своих прав Жилищной Инспекции У кого-то Прокуратуре Но И те И другие И третьи Управляющие Компании Жилищная Инспекция Практически Все страдают От несовершенствования Законодательные Регулирования В общем Клубок проблем Причем Очень большой Самых таких Фундаментальных Самых острых проблем Я думаю Что более Пятидесятка То есть Которые надо Просто в комплексе Решать То есть Это не какие-то Точечные изменения Это должна быть Целая реформа Вот И сейчас нету Я не вижу людей В Минстрое В Минэнерго В других Каких-то профильных Ведомствах Федеральных Которые бы готовы Взять на себя Вот эту ответственность Те люди Которые могли бы Это сделать Они вот К сожалению Так или иначе Уходят Они уходят в бизнес Это не уходят в бизнес Расчаровываются В государственной Системе управления Или что В том числе Но И в том числе Потому что Бизнес платит Большие деньги Ну так возвращайся В чем роль Губернаторов-то тут Субъектов Федерации Глав Как они тут Могут навести порядок Ну вот Я вижу только Дополнительную роль Губернаторов Которая могла бы сыграть Это Установление Каких-то дополнительных Требований К содержанию И ремонту Общего имущества То есть Из-за особенностей Климатических Например В регионе Ну вот сказал у нас Губернатор Что можно в течение Недели почистить крыши То есть он может сказать Так в течение недели Давайте-ка поменяем окна Заменим на пластиковые К этому что ли Мы стремимся Не совсем То есть Это есть особенности Где Есть регионы Где там Сильный ветер Да Там это средняя скорость Не как у нас Около там Трех метров в секунду А там Около десяти Например метров Климатические Там например Это же Коми Воркута И так далее Есть наоборот Где Это солнечная инсталляция Намного больше Например В этих же Южных регионах То есть Там есть особенности Там Оцаревания И так далее И тому подобное Вот Вот эти все нюансы Они общими правилами Которые все российскими Они не охвачены И вот как раз На местах Дополнительно Губернаторы Или органы Исполнительной власти Субъекта Они могли бы Какие-то дополнительные Требования В этой части принять И например Эти требования Могли бы иметь Это в виде местных законов Или что? В виде местных Каких-то законов Да И Постановление правительства Ну Да Уровень нормативных Правилых актов Он может быть Разный Но суть в том Что Вот Эти местные Локальные Например Или региональные Акты Они бы имели Приоритет Над федеральными Вот это было бы Правильнее Да Вот А у нас ведь По конституции Региональные Законы Если это Ведение Субъектов Русской Федерации Они имеют Приоритет Вот Это кроме того Ну Это если Например На федеральном уровне Это не урегулировано Никак Вот То есть Такое есть Но это Как правило Уже Сейчас редкие Какая-то редкая история Потому что Большинство Законодательного Регулирования Уже Подвели Если не на уровень Федерации Но на совместное Ведение То есть Где субъектам То есть регионам Дали небольшие Полномочия Принимать Какие-то Такие небольшие Точечные Законы В исполнении Федеральных Ну На самом деле Я бы Региональный закон Только один принял Запретил бы коррупцию В сфере ЖКХ Я думаю Что это Многое бы Исправило Это про коррупцию Тут Это хоть сколько законов Это принимает Это уже отдельная Она будет Потому что У нас борются С коррупционерами А надо бороться С причинами Появления коррупции А у нас говорят Вот мы посадили Того-то коррупционера Показывают по телевизору Как вся квартира Деньгами завалена Ну как бы Не с тем борются Сантехника из золота Да То есть Не с тем Не с тем борются То есть Мы боремся С последствиями Да С проявлением С причиной То есть Почему это происходит Ну а причина Видимо Вот в тех Как ты сказал Более Пятидесяти Основных Ключевых проблем Которые нужно Решать Как можно быстрее В коммунальной сфере Я напоминаю Я напоминаю Что мы беседуем С Андреем Воробьевым Членом Ассоциации Юристов России Экспертом В сфере ЖКХ Членом экспертного Совета При региональной Службе По тарифам Нашего региона У нас подошло Время небольшой Рекламной паузы Мы обязательно Вернемся Через минуту Прямой эфир На 101.0 На Кировград Продолжается Андрей Воробьев Мы беседуем В рамках особого мнения Можете еще успеть Проголосовать В нашем опросе Как вы оцениваете Свои познания В сфере ЖКХ Плохо Кое-что Нормально Или вы профи В этом отношении Пожалуйста заходите И подписывайтесь На наш телеграм Владимир А вы как оцениваете Свои знания Я почувствовал В последний рост В последнее время Рост действительно Какие-то Не-не Не гуру Я все-таки Привык во многом Себя оценивать Достаточно скромно Так кое-что Я проголосовал В этом отношении Есть у нас еще 10 минут Для разговора Еще одну тему Острую Которая поднимается Опять-таки Из года в год Это рост суммы Задолженности В общем и целом За услуги ЖКХ По данным Которые публиковались В конце прошлого года Число неплательщиков У нас в стране Уже достигло Почти 8 миллионов А общая сумма долга За коммунальные услуги Приблизилась вплотную К одному триллиону рублей Для меня вполне очевидно Что Ну нельзя так ситуацию Это оставлять Она неминуемо Будет расти С годами С какой стороны Подобраться Понятное дело Что многим Трудно платить За коммунальные услуги Ежегодный рост Есть субсидии Да естественно О которых мы говорили То есть государство Каким-то образом Пытается компенсировать Но вот это Как снежный ком Все накапливается 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 Были идеи Мы их обсуждали Ранее в нашей студии О том чтобы Вот эту планку Расходов на коммуналку Тоже каким-то образом Привязать Возможно К региональным доходам В каждом конкретном субъекте Как к тебе видится Эта история Ну то что сейчас Растет снежный ком У нас созданы Все предпосылки Чтобы Он Еще больше Рос Почему Первое Проблема С поиском должников С поиском Идентификаторов Для подачи Исковых заявлений Заявлений на выдачу Судебных приказов Суды Это Долгий поиск Этих идентификаторов Если у тебя Этой информации Нету самими судами Которые запрашивают Эту информацию Что такое Это ИНН Паспортные данные СНИЛС То есть Сейчас без всех этих данных Невозможно Получить решение О взыскании долга С физических лиц То есть Один Как минимум Один из Так называемых Идентификаторов Должен быть известен Вот это первое Второе Если ты это все найдешь Или Суды за тебя Это все запросят Это может пройти Один месяц Два месяца Может быть и больше Получишь этот документ Должник его отменит В течение 10 дней Этот судебный приказ Потом подаешь Исковое заявление В суд Там еще Два-три месяца Он еще может там Поспорить Там с какими-то суммами Через месяц Это вступает в силу Если не будет подна Апелляционная жалоба И потом ты с этим С исполнительным листом Идешь судебным приставом Которые Тоже несколько месяцев Что-то там поделают Посмотрят На счетах денег нету И в принципе все На этом оканчивается Исполнительное производство В связи с невозможностью Исполнения Так как Ну а по простому Говорит денег нет Так А для чего все эти Манипуляции Принимались Это же работа Оплачивалась Что же всем этим Да Вот И получается То есть Тратятся дополнительные Деньги Ресурсы Задействуются Время всех Органов Судебных Государственных Приставов А в итоге Да на выхлопе То есть Результата нет И Это опять же Комплексная проблема Которая Вот так же Не решается То есть Приставы Как правило Не заинтересованы В том Чтобы как-то Принять больше усилий Для поиска Этого должника Поиска Какого-то имущества У этого должника Чтобы наложить арест Там Продать и так далее Я насколько помню Раньше Это приставы были Замотивированы Неким процентом От суммы Взыскания Вот Там Вот А чтобы не сварить Что-то там В общем Это По данным Андрея Мы не утверждаем Да возможно Да мы не утверждаем Но я насколько помню Такая информация Раньше была Вот Если не прав То напишите мне Потом И поправьте меня В соцсетях Да Или позвоните Вот И они были замотивированы И дело более-менее шло Сейчас Это кроме Штрафа Из планетического сбора Который идет В бюджет Практически Как бы Ничего нету И понятно И понятно Что Интересы В поиске Должника У которого сумма Долга 3000 рублей Например Вот Которая была Получена Таким Нелегким путем Спустя полгода То есть Вот это судебное решение На 3000 рублей Для судебного пристава Как право Ну денег нет И нет Через Там Закрывают Исполнительное производство Прекращают Вот И Дальше 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 Вот эта Накопленная Просроченная Задолженность Которая уже Невозможна К взысканию Она как правило Списывается В какой-то части В тарифах Ресурсоснабжающих Организаций Но она фигурирует Вот в этой общей Томасе 1 триллион Да Она фигурирует Да Но проблема в том Что ее тоже полностью Где-то не списывают Не признают Невозможной К взысканию Это тоже Дополнительные убытки И вот мы как раз Возвращаемся к вопросу Что это также Сказывается На Недофинансирование Отрасли И вот Одно тянет Другое Да То есть это Большой клубок Проблем Которого Пока не видно Кто вообще Был мог его распутать Ну ресурсоснабжающие Организации Зачастую Вернее не зачастую Наверное в первую очередь Должников Стращают тем Что коммунальный ресурс Будет ограничен К подаче Эта вода Да Вот у нас Механизма опять нет Почему Потому что за отопление За холодную воду Отключать нельзя За долги по отоплению По холодной воде Отключать нельзя Неужели Да Вот По горячей воде По электрическому Отключать можно Но Это все такая история Очень непростая То есть Там Целая процедура Этих отключений Необходимо Сначала предупреждение Потом ограничение Потом полное отключение В эти промежутки Может поступать Какая-то оплата Которая не позволит Должника опять же Полностью отключить Если ты просто взял И отключил Там даже если рубль 10 рублей заплатить То ты вроде как Уже считаешься Да Что ты пошел навстречу Начал выполнять Свои обязанности Да это пошел навстречу Уже недолжник И вот Этот непростой механизм А если ты еще Полностью отключил Должника Он подаст на тебя В суд И везде пожаловаться И в итоге еще Управляющие компании На большие деньги Могут попасть Если это сделают Незаконно Там какую-то еще Заглушку Могут в канализацию Поставить Я кстати тут читал Историю Это не в нашем городе Заглушку ставили И поставили Не на ту квартиру Ой Там такое случилось Ну в общем Не должников Наказали Это тем самым Бывают и тут Такие сбои Бывают и такие И нету На загонодательном уровне Требований К учету Что я имею ввиду То есть У нас есть требования Об обязательном Учете Ресурсов То есть Должны быть Водосчетчики Теплосчетчики Электросчетчики И так далее Да Вот эти все счетчики На все коммунальные ресурсы Но надо сделать Например Как в Японии Или там В других странах Через смарт-карты Вот ты положил деньги На смарт-карту Ее вставил В счетчик И пока у тебя деньги есть Она тебе позволяет Через этот счетчик Потреблять ресурсы Вот Если у тебя деньги заканчиваются То автоматически Эта труба перерубается В этом счетчике Сигнал отдает Перерубается труба И ты не потребляешь Так это по сути Авансовый платеж То есть Заранее Да Да Как счет Мобильного телефона У тебя есть деньги Ты пользуешься Мобильной связью Точно так же Совершенно верно Вот И никаких Я говорю опять Не вижу никаких тенденций Никаких перспектив Вот Такого механизма Внедрения На законодательном уровне Чтобы дома Проектировали Уже с такими требованиями Я уж не говорю о том Что необходимо Проектировать Дома С горизонтальной разводкой Системы отопления Чтобы можно было поставить Прибор учета Теплоэнергии На каждую квартиру И регуляторы И регуляторы Не только на Б3 Но и на общем вводе На квартиру Потому что мы понимаем Если у тебя вертикальная разводка Когда такие длинные Вертикальные стейки По квартире идут По разным комнатам То теплощетчик Установить невозможно Индивидуальный Индивидуальный У нас остается пара минут Насколько я понял Читая материалы В последнее время У нас Это весна Весна 24 Обещает быть достаточно активной В плане обсуждения Инициатив В Госдуме В части Требований К управляющих компаниям Я правильно понимаю Там целый пакет Каких-то Разговоров очень много ходят Подготовлен Я не знаю Связано это С президентскими выборами Не связано В общем Поживем и увидим Депутаты из одной партии На теме ЖКХ Сейчас активно Оперятся Перед 17 марта Народная тема Да Так Ни за кого сейчас Не агитируем Нет конечно Мы ни одной Помимо не связали Ни одной партии Не озвучиваем Да Вот Но что-то там такое Существенное в общем Готовится В Госдуме В том числе и требования К управляющим Организациям Чтобы у них обязательно Штат у них обязательно был А то мы прекрасно понимаем Что сейчас УК УКшки возникают А у них ничего нету Ни ресурсов Ни человеческих Ни технических Никогда Никаких Да Но об этом же Много лет уже говорили И до сих пор говорят Но никаких пока Серьезных Законопроектов Я не видел Которого вот уже бы Прошли первое Или второе чтение То есть Таких законопроектов нет Это и требования Было к штату И требования К уставному капиталу И требования К спецтехнике И там требования Еще к чему-то То есть Это все Повышает квалификацию Обучается Все равно Да Не решит Вот эти все проблемы Которые накопились То есть Дело не в требованиях К управляющей компании Вот в этом вот Большом пласте Нерешенных проблем Которые еще надо копнуть Чтобы их увидеть Потому что Не для всех Он еще Очевиден И понятен Что за проблемы Потому что Когда Это правильно поставленный вопрос Или проблема То это по сути 50% решения То есть А если Перед там Депутатами Или там Советом Федерации Или кем-то еще Эти вопросы Не ставятся Или нет людей Которые бы эти вопросы Могли поставить То соответственно Каким образом Они будут решаться Закономерный вопрос Да безусловно К сожалению Заканчивается время Нашей беседы Благодарю нашего гостя Андрей Воробьев Член Ассоциации Юристов России Член экспертного совета При региональной службе Под тарифом Кировской области Благодарю Хорошего дня Хорошего дня До свидания Удачи Спасибо Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok